Сегодня я сыграю вам настоящие электрогитарные кантри. Вот такие дела! Можно и с шестой баловаться, и с девятой ступенью, и все это лишать с пентатоникой. Сейчас посмотрим, как сыграет. Обязательно в конце выйдет Пугачёва. Стабильность это первый признак мастерства. Привет, ребята! Всем гитарный привет! Сегодня у нас праздник! Сегодня человек с большим сердцем, всеми любимый Сергей Чеграков, группа Чиши Компания. Сергей народный-народный блюзмен, народный кантримен, народный рок-музыкант, и как он себя даже называет, романсист. Да, действительно человек разносторонний, очень интересный, да, и, кстати, мультиинструменталист. Человек играет на гитаре, человек играет на аккордеоне, человек играет на клавишах. Я думаю, на басу и барабанах и все дела. И, кстати, да, народный, потому что, ну, много таких хитов, которые, если их немножко расшифровать, то вот эта вот тесситура, да, расстояние между нотами. Хочется поорать, покричать, всем вместе попеть. Вот такие песни, которые хочется показать свой голос. Обращали внимание, да, когда за столом там сидят люди под шофе, хочется раскрыться и ищут, какую же песню спеть, а давай о любви там или еще чего-нибудь. А, допустим, те, кто, ребята, занимаются гитарой и кто любит блюз и кантри, они все время поют там Хучи Мэн там или дополнительный 38-й, Перекресток там. Много у него песен, много-много песен классных. Сейчас, друзья, посмотрим на работу молодого Чегракова песенка дополнительный 38-й. Чиж на меня очень сильно повлиял, так как в моем, допустим, детстве, в юношестве не было интернета. Два канала, первый канал и второй канал. Когда была там песня года, ты уже готовишь магнитофон, поставил магнитофон, так ждешь. Ага, Пугачева, обязательно в конце выйдет Пугачева, так, глызин. Ага, поехали, кто там еще? И тут я натыкаюсь, там такой солешник, помню, вышел Буйнов, представляете? Буйнов вышел. Ну ладно, Буйнов. А там... То есть, такой кочевый риф, я его сразу записал, разобрал, правда, замучился все это подбирать. И вот это время 90-х, появлялись куча всяких групп, там лицей, там сидишь, разбираешь. И кроме этого, да, я слушал Чижовую музыку, год на Металлике сидел, все какие-то тоже рифы, потом уже переключился как-то на Арию. Но вот это все, вот это все варилось, такой большой каши, очень много всего нового, всего нового. И Чиж как-то шел в особняком. И лишь у него я услышал вот такой подход, знаете, контровый, блюзовый. Видите, эти блюзы, он, конечно, есть там у него, ты ушла рано утром, но вот эти вот все кучи мэн 38-й, дополнительный 38-й, это все основа такая уже от кантри-музыки. И, конечно, Чиж на меня очень сильно повлиял в этом плане, что я этот стиль как-то поставил себе на полочку, да, думаю, это что-то отдельное. Вот это соло играет сам Сергей Чигроков, сам Чиж играет. У нас наша передача, она все-таки уровень гитариста. Я Чижа, естественно, не могу оценивать на полную катушку, так как я очень люблю. Мы оцениваем гитаристов Чижа. А здесь только идет бонусом, что Чиж сам еще классно здесь играет. Так вот, смотрите, я где-то вчера порывался, почитал, и он говорит, ему интервьюер говорит, а есть ли у вас мечта? Он говорит, конечно, научиться по-настоящему играть на гитаре. Вот это вот большое уважение, это класс. Давайте дальше посмотрим. Молодец, смотрите, поработал. Он еще и такие делает мелкие штрихи. Молодец. Дополнительный тридцать восьмой начал ходить в середину, но я не дождался. Я не мог больше ожидать. Я отправился в путь, я отправился в сам, по шпаловой рельсу. Хорошо он аккомпанирует сам. Все это делает такую вкусную работу, которая формирует стиль. Молодец. Он еще такой вводный аккорд. Да? То есть, к севдоминанию. Дополнительный тридцать восьмой, невозможно достать билет. Все правильно делал. Я к этому давно привык. Как ритмично. Я к этому давно привык. Слава богу, у меня еще хватит сил. В конце концов, я еще не старик. КОНЕЦ 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 Вот, ребят, здесь очень тонкий момент, о котором я хочу сказать. Вот сыграл гитарист, гитарист Владимиров, который играл и с самого начала с Сергеем Чеграковым. Вот этот человек умер, умер от болезни его первый гитарист. Я бы не хотел, знаете, залазить вот в эту нехорошую тематику. Все-таки для Чижа этот человек, естественно, был родным и дорогим человеком. На мой взгляд, можно было бы покопаться, но так это будет неэтично. На мой взгляд, давайте, знаете, что сделаем? У Чижа сейчас есть новый гитарист. И мы сейчас посмотрим свежую команду Чижа. Пошла правильная музыка. Смотрите, вот сразу же хочу сказать, что это уже он играет кантри-стандарт. Ага, он только вот так его сыграл. Может быть, если оставим. А может и так. Это вообще такая стандартная ритмическая тема. Чижа сам кайфует. А, молодец. Эхе-хе. Эхе-хе. Красавчик. Тоже вот интересный наоборот придумал. Фа и ми. Кстати, на бэках одна из девушек это дочь Сергеевича Гракова, который слева стоит. А потом ударил ливень, я пробовал даритки. Да, сбросил в квартирике и остаток пути и без секунд. Дополнительный тридцать твой слой. Невозможно достать билет. Дополнительный тридцать твой слой. Я ж равно не купил бы билет. Я к этому давно привык. Слава богу, буду я еще хвалить сил. Сейчас посмотрим, как сыграть. Давай. Дополнительный тридцать твой слой. Дополнительный тридцать твой слой. Давай. Ммм, классный кабель. Вот, показал человек уровень. Друзья, сейчас немножко вернёмся назад и посмотрим вот эти основные кирпичики, основные фразы, элементы то, что сделал гитарист Михаил Русин. Ну, пока это всё по пентатонике, да, тут можно по-разному возиться. Вот, можно это просто как ровненько сыграть. Типа такого. Это опять-таки вот эти роллы. Ну да, элементы ещё. Опять-таки по-разному может сыграть. И с пальцами. Опять пентатоника. Ну, тут сексты ещё можно... Ну, такие вот, допустим, приёмы. Или... Терцы, сексты, всё это вкатывает. Бенды, да. Всё это надо ритмически, конечно, прокачивать. Такие вещи. Ну, это на терце. Вообще, конечно, если по ладам разбираться, вся эта музыка... Вот, допустим, тоника, миксолидийский лад, да. Country-музыка одна из самых сложных не в игре, а именно в съёме. Потому что ты можешь даже запутаться, если ты не видишь аудиозапись, то, может быть, вторая струна, допустим, открытая. Пальцем она берётся, а может, медиатором берётся. А может быть, эта нотка C вообще вот здесь. А может быть, она здесь. И поэтому такие очень запутанные вещи очень трудно снимать. Тоже вот эти вот сексты, да, он сыграл то, что... Что-то он тут с такой интересом сыграл. А, это он Рэ обигрывает. Да... Вот, ребят, примерно что он тут сыграл. Не точно по нотам, но форма вот такая. Потом надо же разобраться, как он правый сыграл. Вот такие вещи. Да, и вот открытые струны. Это уже медиатор пальца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, ребят, смотрите, какие штуки. То есть открытые струны, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потом он придумал очень мелодические ходы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот эти вот. Очень такая продуманная, интересная игра. Поэтому как классно сыграл Михаил Русин. Чиж нашёл того человека, который делает вкуснятину. Давайте дальше посмотрим. Вот Чиж молодец, у него есть стремление играть. Он тоже хочет поиграть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодец! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все нормально, в квадрате сыграл. Чиж сам очень любит играть. Поэтому всё-таки с кайфами и получается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, я сейчас покажу свой вариант, как я это чувствую. Вообще кантри-музыку. Я уже говорил, Чиж на меня очень сильно повлиял в детстве. И это со мной через года было рядом. Я чувствовал, что кантри-кантри где-то тут рядом. Я любил эту музыку. Хотя играл много разной другой музыки. От классики до джипси-джаза и фингерстайла. Но вот кантри-музыка всё время была рядом. Я сейчас сыграю. Пальцы не забыли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Еще одна песенка, друзья, посмотрим, как здесь отыграл Михаил Русин. Эта песня «Такие дела», 20-й год, кстати. Все правильно делает, класс. Оу, что-то там воткнул. Крутанская песня. Пытаясь рассказать как-нибудь о вчерашнем дне. Тишь, поет и играет сразу эту арпеджио. Да, я в наушниках сейчас слышу, работа гитариста, дополнения разных. Субтитры создавал DimaTorzok Крутанская песня «Любовь» «Любовь» Дорийский лад, друзья. Аранжировка, да, такая свежая, новая. Я просто эту песню слушал в старом варианте. Она тоже качёва. А здесь они уже так музыкально подошли, прям раскачали. Ну, это есть ведь, вы знаете, студийный формат, а есть концертный. И так очень многие группы работают. И какие-то вот такие вещи, они помогают раскачать и всю режиссуру концерта даже как-то дополнить, раскрасить. Вот вращался назад и говорил у них опять первомай. И наш бледный и здоровый вид, как будто мешал заснуть. И у кого-то оказался у слишком короткий его творческий путь. Но мы верили в то, что за нами последний раунд Вот пока гитаристы сделают такую маленькую вкуснятину, дополнение, чтобы вокалисту не мешало, да? Ну, всё работает пока в блюзовой такой форме. Ни влево, ни вправо. Очень всё вкусненько и ритмично. Это очень грамотный подход. Сейчас мы дойдём до соло и посмотрим, что там будет дальше. Играет музыка Играет музыка Ну что, сделал рокерское соло. Неплохое, да. Итак, ребята, про курсы. Маленькая информация. Значит, всего 4 курса. Механика 1, механика 2, гармония и импровизация. Абсолютно каждый гитарист для себя может подобрать Подходящий курс. И две механики, это чисто такие технические школы, которые формируют вашу базу. Там есть очень много упражнений на мелкую технику, на арпеджио. Гармония – это такой первый большой шаг для того, чтобы мыслить аккордами, пользоваться аккордами. И в конце концов, вы придёте к тому, что вы сможете их обыгрывать. Это уже курс по импровизации. Первое – это гармония, потом импровизация. И не наоборот. Друзья, ну что, ещё хочу сказать. Курсы можно подарить в качестве подарка. Я думаю, будет приятный и полезный подарок. Сейчас, друзья, разберёмся. Я вам специально даю послушать. Не вмешиваюсь, что там. А чтобы человек всё показал, продемонстрировал. Сейчас посмотрим. Самые интересные моменты разберём и попробуем логически понять, что он делает. Дотянул. Вот в девятую ступень пришёл. Да, повторил вторую фразу тоже с бэндой. Два таких момента, да. Ну, то есть, это уже чисто такая импровизационная игра, ближе к рок-музыке. Даже не намекая, естественно, никакие там, тут уже нет никакого кантри, ничего. Вот он взял девятку, и смотрите, дальше он... Дальше сюда и отправился. Вот опять, ребят, скажу. Человек с полным пониманием дела играет. Да, будет другой концерт, он, естественно, сыграет по-другому. Это импровизация и владение. Он понимает. И вот он задумал здесь такой план. Я здесь подчеркну девятую ступень. Это, кстати, опять-таки вам скажу, знание гармонии и вот обыгрывание всех ступеней. В данном случае это девятая ступень, да. Вот она, ребят, она у нас есть. Если мы берём ля-мино, вот она, си-нотка появляется. И где-то будет он рядом с ней находиться. Естественно, сочетание... Сочетание с пентатоникой всё это делает. И пошёл здесь... Да, вот он поставил ставку на девятку. А если на шестёрку, на... Фа-диез отметит. Вот она, ребят. Тут уже был бы другой лад, да? Да. Вот, поэтому можно и с шестой баловаться, и с девятой ступенью. И всё это мешать с пентатоникой. В принципе, всё грамотно. Ну всё, стандарты классно отыграл профессионально, что-то сказать. Единственное, не хватает, наверное, чего-то такого для взрыва. Это... Это лично мне. Наверное, то, чтобы я там копался. Не знаю, это один аспект. Но ещё вывел, может быть, на какую-то очень высокую ноту. Не знаю, что тут. А может быть, какую-то запилил вертушку. Ну, не знаю. Но опять-таки, это он всё умеет, естественно. И это лишь... Всего лишь один вариант его игры. Я уверен, там взять десять, и он всегда сыграет стабильно. Потому что стабильность – это первый признак мастерства. Поэтому, мне кажется, очень хороший такой союз между этими двумя музыкантами. И Михаил очень классно дополняет музыку Чижа. Сергеич Игроков поёт и ещё держит. Попробуйте спеть и держать рисунок. Это не просто всё. Вот, кстати, работа сейчас гитариста. Хороший риф. Субтитры подогнал «Симон» Вот такие дела. Ну, друзья, очевидно, что команда стала гораздо качественнее, на мой взгляд, звучать. И, естественно, вот этот свежий поток хорошей музыки именно идёт от гитариста Михаила Русина. Поэтому, опять-таки, мне кажется, очень-очень высокий балл. Давайте поставим, чтобы градусник не треснул. Ну, девять с половиной. Девять с половиной. Молодец. Ещё раз подчёркиваю. Это мой субъективный взгляд. У всех есть свои какие-то предпочтения в музыке. Но здесь мы рассматриваем конкретно работа гитариста в команде. Естественно, есть очень много ребят, которые спрос солирует. Мы пока до них даже не добрались. И там, наверное, вообще другая шкала будет. А здесь гитарист играет в контексте группы. Вот в чём разница. И в контексте группы всё супер. Тем более в нашем русском роке это очень отрадно видеть, когда такие музыканты приходят. Супер. Ну что, девять с половиной градусов. Уровень гитариста. Друзья, следующий выпуск будет посвящён гениальному русскому гитаристу Ивану Смирнову, который ушёл от нас несколько лет назад. Человек один из первых. Сделал русскую акустическую гитару. Создал целый пласт музыки. И он очень сильно на меня повлиял. Поэтому я хочу обязательно с ним познакомить. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!